Еще один вопрос к украинским правоохранительным органам, уже традиционный, таможня. Вспомните, 10 дней назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о поразительных успехах на одесской таможне. Всего за 5 дней марта таможенники в Одессе смогли выполнить месячный план по сборам бюджет. И это за счет того, что на эту таможню приехали ревизоры, одна из специальных групп, созданных по решению Кабмина. Если спецгруппа в Одессе останется, история контрабандии через это направление может стать намного меньше. Но что делать в других регионах страны? Например, на Закарпатье, там, где у контрабандистов не жизнь, а сказка. Елена Зорина о серых миллиардах, дворцах и обычных людях, у которых нет другой работы, кроме контрабанды. По воздуху, суши и воде. Янтарь, мясо и даже наркотики под видом драгоценностей. А еще сигареты в бензобаке, обшивки грузовиков и вот в кирпичах. И, конечно же, сигаретные блоки на себе. Мают на своем озброенне как и тепловизоры, так и прилады, спостережения, бинокли, ризноманитные. Бизнес, который отлаживали десятилетиями. А нынешним схемам даже Остап Бендер позавидует. Кто же крышует контрабандные потоки? Есть ли шанс их остановить? Мы сейчас направляемся в Закарпатскую область, регион, где о контрабанде говорят чуть ли не шепотом, видимо, чтобы не спугнуть. Еще летом сюда грозились отправить так называемые черные сотни мобильной группы для борьбы с этим нелегальным бизнесом. Проверим, что из этого вышло. Село Нижние Ворота. Въезд в Закарпатскую область. 30 километров от границы с Румынией. Здесь уже почти год следят, чтобы ни один контрабандист не проскочил. Полиция дежурит круглосуточно. И черную сотню якобы видели. Но она, как и Джеймс Бонд, очень секретна. Миллиардные убытки государства и навар контрабандистов, которые даже не сосчитать. Губернатор Геннадий Маскаль о схемах знает многое. Говорит, до победы над ними еще очень далеко. 0,0 и 0,10. Это все, как сказал один киногерой, х**я на постном масле. Это граница со Словакией и самая масштабная вырубка прошлого года. На диланце довжиною приблизно 3,5 километра. И смуга, которая была суцельно вырезана, это от 3 до 5 метров. Ширина этой смуги от 3 до 5 метров. Для того, чтобы вывезти ценные буки, понадобилось около 70 лесовозов. Вырубку вели несколько месяцев, но никто звука бензопил якобы не слышал. По следам видно, что дерева были перемещены на территорию Словаччины. С стороны Украины очень важкие подходы. Автомобилам туда доезжать практически невозможно. Но не лесом единым контрабанда под прикрытием и без. Бартак на митнице. Начальника митницы нет. Его отторонили, он на хворее. Кто-то затих, но схема дальше работает, это ни для кого не секретно. Они не могут показать, где есть результат. Граница с Румынией и самый большой улов пограничников в этом году. Сигаретные переносчики и их груз. Действуют водолазы-контрабандисты. Крайне быстро, 3 минуты, и груз уже в Румынии. Но чтобы переправить его, нужно быть физически подготовленным. Ведь каждый ящик это 15 килограмм.